Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ 10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тихеном. Десятое место. Это так громко. Это так разрушительно. Когда Тихен всегда так нежно касается руки Чангука своими пальчиками. Девятое место. Посмотрите, как Тихен нежно гладит его плечи и даже когда он ущипнул его за голую часть тела. Они оба ведут себя так, будто ничего не происходит. А Чангук то какой довольный. Это причина, по которой Биг Хит не хочет ставить их вместе. Восьмое место. Совпадение или нет? Их походка. Поведение и манеры пары становятся похожими со временем. Умираю от одинаковых вайбов этих Тей Кук. Ну как можно быть одним человеком, когда вас двое? Поведение и манеры пары становятся похожими со временем. Седьмое место. Каждый взгляд, каждое прикосновение. Искреннее. 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 Шестое место. Поведение пары. Эти нежные прикосновения. С последнего рана прошел год. Тот факт, что они всегда празднуют победу друг друга и после этого дают пять. Так разрушительно. Напомнил мне этот ран, где они кружились вместе, когда Чангук угадал правильно, хотя они были в разных командах. Пятое место. Чангук очень любит играть с пушистыми волосами Техёна. Четвертое место. Забота. Это так разрушительно. Чангук пытался убедить Техёна откусить по одному кусочку, чтобы он мог есть. Но когда он решил остаться на диете, Чангук присоединился и стал его товарищем по диете. Чангук собирался что-то сказать. Но когда Техён начал говорить, он остановился, и Техён сказал, пожалуйста, продолжай говорить. Разве это не самая милая и заботливая вещь на свете? Чангук. 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 Мягкие прикосновения, которые дарят покой и спокойствие. Безопасное место Тихена. Третье место Новости Чангука и Тихена. Расписание Тихена. Специальная подготовка по обращению с гранатой. Курсы первой помощи. Расписание Чангука. Обучение ядерной, химической, биологической и радиационной индивидуальной защите, как вести себя в случае ядерного нападения. Обучение по преодолению ситуации с загрязнением. А вот и видео, на котором показаны кадры практики тренировок с гранатами. Сегодня Нам Джун и Тихен проходили именно это обучение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завтрак Тихена. Рис. Суп из ростков фасоли. Барбекю из говядины в соевом соусе. Водоросли в соевом соусе. Маринованные огурцы. Кимчи из пекинской капусты. Завтрак Чангука. Рис. Суп на говяжьей кости. Жареные кальмары с овощами. Жареные овощи с колбасой. Кимчи из пекинской капусты. Бананы. Обед Тихена. Рис. Пикантный суп из соевой пасты. Жареная свинина с острой пастой. Салат из тыквы. Кимчи из пекинской капусты. Обед Чангука. Отварной рис с добавлением смеси кру. Суп из говядины с водорослями. Рагу из курицы с овощами и соусами. Вечина в кляре. Кимчи из редьки. Булочка и картофельный салат. Кола без сахара. Ужин Тихена. Рис из черной фасоли. Суп из ребрышек. Жареные анчоусы. Яйца на пару. Кимчи. Йогурт. Ужин Чангука. Рис с тунцом и майонезом. Суп из ростков фасоли. Куриной карааги. Блюда из японской кухни. Как правило, курятину или другое мясо маринуют. Затем покрывают небольшим слоем муки. И прожаривают в жире. Макаронный салат с ветчиной. Кукурузой. И овощами. Кимчи из капусты. Белое молоко. Что едят парни, знаем. Что учат, тоже знаем. Осталось рассказать, в каких погодных условиях это все происходит. Пасмурно. Так же, как у нас на сердце без парней. Погода знает свое дело. И четко передает эмоции как фандома, так и участников. Даже самый ужасный день. Одной только своей улыбкой. Наши ангелы превращали в лучший. А теперь, что не день, то тучи, гроза и сырость в сердце. Мы замерзаем, потому что без них. Я только что услышал забавную новость. Солдаты из подразделения моего отца. Внезапно предложили помочь с раздачей еды. Во время еды. Поэтому отец спросил их, почему. Они сказали, что вызвались добровольцами. Потому что скоро Техен приедет на столичное командование обороны. Поэтому они хотели хотя бы раз увидеть его лицо. На Спотифай наконец-то стал доступен официальный плейлист ЗИС и СВИ. Сохраняйте его себе и наслаждайтесь песнями нашего зимнего мишки. Рекламный щит Чангука Спотифай для Севен на Таймс-Сквер во время мероприятия по случаю Нового года. Севен тоже была проиграна. NASA выбрали три трека BTS на космическую тематику, которые будут играть во время путешествия на Луну в 2024 году. Мунчилт Намджуна, она станет первой песней соло-исполнителя поп, которая когда-либо была включена в этот список. Также были выбраны песни «Микрокосмос» и «13-43-40». «Нир, подожди немного, Чангук вернется, будет проводить концерты на Луне, пока NASA выбирает песни для своих путешествий на нее». А помните, Чангук сказал ждать от него чего-то интересного спустя шесть месяцев ухода в армию? Это как раз будет феста и день рождения армии. Он точно для нас что-нибудь приготовил. Пройдет весна, лето, наступит осень и, думаю, парни чаще будут появляться в социальных сетях, вот как Хасок, например. По крайней мере, я на это очень надеюсь. А там зима, Новый год следующий и ждать станет легче. Мы будем понимать, что перед нами уже не бездна, а нечто осязаемое, к чему почти можно дотронуться. Но мы все справимся и выйдем победителями из этой ситуации. Наши мужчины в армии доказывают, что они лучшие, а фандом делает свою работу, стримы песни, не позволяя никому забыть, что BTS – короли, которые скоро вернутся и засияют еще ярче. Мы обязательно дождемся. Поздравляем Техиона с победой на премии Seoul Music Awards 33 в категории Fan Choice of the Year. Ченбук включен в список Next Shark Trailblazers OF 2023, список всех азиатов и американцев азиатской области. Компоуз Коффи выросла почти на 3 миллиона после объявления Техиона своей моделью. Техион давно уже прогнул мир под себя, это факт. В Карибу опубликовали статью о первом полете Техиона на самолете. В настоящее время BTS часто путешествуют по всему свету с мировыми турами и международными мероприятиями. Возможно, трудно даже вспомнить время, когда бы они не летали так часто. Но более 10 лет назад именно так было с Техионом. До того, как его провозгласили королем мода аэропорта, Техион никогда не летал на самолете, пока не стал подростком и не дебютировал в BTS. Его первый полет состоялся 23 октября 2013 года, когда группа направлялась в Японию. Он выглядел таким милым, когда осматривал аэропорт и держал все свои документы в руках, чтобы беспрепятственно войти. Но на одном фан-сайте были опубликованы фотографии Техиона, который чем-то восхитительно озадачен. Это абсолютно точно интересно для всех, кто помнит свой первый опыт в аэропорту. С Элин в Кокаоталк поделились фото Техиона из коллекции 2024 года. Надеюсь, фото будет очень много. Коки Ямашито, японский актер и танцор вместе с участником группы «Знак доллара» Хо Один Вин Бой станцевал под Севен Чангука. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Купин – сахар Убирай Купин – синий Джейзен Хипен добавил песни Ченгука «Standing next to you» и «Seven» в плейлист для празднования Дня рождения. Популярный музыкальный критик Ким Юнхо о Чангуке. Увидев его как сольную поп-звезду, мои плечи слегка приподнялись. Чангук взял на себя инициативу, и он заставляет меня чувствовать себя такой гордой, как кореянку. Когда я говорю об этом годе, я чувствую, что не могу не поговорить о нем. Эта песня «Standing next to you» очень хороша. Говоря об импульсе Чангука, я не могу обойти вниманием эту песню. Среди всех выступлений в стране в этом году он действительно выделялся, начиная с «Seven» и «3D». «Seven» действительно продемонстрировала способности Чангука как вокалиста и показал, что он поп-икона, которая может понравиться широкому кругу людей в мире, как поп-звезда. Весь успех его песен действительно доказал это. Если и есть песня, которая заставила это по-настоящему проникнуться, так это «Standing next to you». Он только что загорелся. У него столько страсти, и он такая большая мировая поп-звезда. Особенно выступление на Тайм-сквер в Нью-Йорке. Когда мы все увидели это видео, мы не могли поверить, что оно не в Корее. Он приобретает такую популярность и любовь за рубежом. Я чувствую такую гордость. Второе место. «Это так интимно». Сексуальное напряжение. Год назад неизвестный выложил закадровый момент в день рождения Тэхёна, где Тэхён приобнимет Чангука за талию. Близко. Очень близко и опасно близко. Их нежные, влюбленные и смущенные улыбки. Все еще не могу поверить, что мы получили этот момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как же я обожаю смущение Тэхёна в этом моменте. Как же я обожаю смущение Тэйкук? Это пик поведения возлюбленных. Сидит между его ног, лаская внутреннюю поверхность бедра. Рука на голом бедре. Сидит у него на коленях возле промежности. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.